Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю вместе с авторами книг, бизнесменами, общественными деятелями и интересными людьми, которые любят читать, буду знакомить вас с современными книгами в программе «Да». Сегодня гость, которого я очень долго ждала и хочу поблагодарить за интересную задачку, когда я год назад написала под постом, что поздравляю с тем, что приняли решение о выходе книги. Я бы хотела видеть в программе. И мой гость согласился. И поэтому сегодня я хочу сказать спасибо Ильяс. И, дорогие слушатели, вы уже знаете, что в студии у нас Ильяс Агаев, основатель компании «Водовоз из русского села» и автор книги «Директор 2.0. Как управлять компанией, чтобы акционер был доволен, а ваши нервы целы». Написанное в соавторстве с Дмитрием Тружковым. Рекомендованный возраст 16+. Ильяс, добрый день! Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Ильяс, самый важный момент, потому что вообще книгу написать, может быть, когда ты сам не писал, ты можешь сказать, на самом деле ничего сложного нет. Переложил все знания, которые у тебя есть в голове в книгу, и в принципе всё. Но вы тот человек, который этот путь прошёл первый раз полностью от и до, от создания идеи до написания, до выпуска, до презентации, и попали в топ лидеров. Поэтому вот мне хочется, наверное, вот с этой точки зрения узнать, когда вот эта идея зародилась и для чего вам это нужно было. Здесь, на самом деле, два момента основных. Первый момент — в жизни каждого руководителя наступает время, когда команда расширяется, либо она меняется, либо новые люди в ней появляются. И в этой ситуации руководитель, по большому счёту, как попугай, повторяет одно и то же, раз за разом, объясняет людям, в чём основные правила игры, на каких принципах принимаются решения, и на каких лучше это делать. Когда идёт важный этап развития людей, то же самое. Ты всё время рассказываешь, по сути, разным людям одно и то же. И первый получается очень такой эгоистический, как бы эгоистичный. Ты хочется сэкономить своё время, потому что каждый раз, правда, одно и то же рассказывать просто разным людям. И причём, получается же, они не приходят все в одно время. Нет возможности собрать несколько человек и им начинать что-то рассказывать. Это каждый раз, получается, что ты должен начинать с нуля. Сейчас всё стало намного проще. Сейчас можно человеку дать книгу и попросить его ознакомиться с принципами базовыми. А дальше любые вопросы, и на основе этого фундамента можно гораздо эффективнее продолжать развитие. Это раз. А второе, конечно, в какой-то момент показалось, что есть чем поделиться. Показалось, что часто очень запрос, особенно от молодых предпринимателей, от молодых руководителей. Ну вот расскажите, видно это на выступлениях публичных. Они подходят, интересуются. И в этой ситуации хочется уже сказать, слушайте, ну вот, смотрите, вот есть основы, уже есть чем поделиться. Возьмите, пожалуйста, вот в книге написано. Поэтому два основных мотива, которые позволили доползти до финала. Но есть и те, которые предпринимателя любого, и руководителя, они останавливают от написания книги. Знаете, какие? Какие? Первый, и очень важный, что предпринимателю важно двигаться вперёд. Конечно, с осмыслением опыта, с тем, чтобы выводы из предыдущего опыта были сделаны. Но вот так, чтобы развернуться полноценно назад, проанализировать какой-то период и его описать, проблема не в том, чтобы проанализировать. Проблема в том, чтобы это ещё и в понятной форме, ещё и вернувшись настолько, чтобы было с самого начала, человек, который вообще не знаком ни с чем, было с самого начала понятно, о чём идёт речь. То есть логика повествования не может начинаться с середины. Она должна начинаться с какого-то фундамента. И в этот момент, я вам честно скажу, начинается такая тоска зелёная, потому что то, с чем ты живёшь уже лет, например, 10, 15, 20, тебе об этом говорить и описывать просто скучно. Это безумно скучно. Скучнее ничего нет. И это, конечно, самый главный тормоз, который тормозит, останавливает этим заниматься. Мозг находит тысячу причин, почему этим заниматься не надо. Есть всегда более важные операционные, оперативные, срочные дела, которыми надо заниматься прямо сейчас, только не написанием книги. Поэтому серьёзное продвижение возникло тогда, когда я просто уехал, взял и выехал к тёще, попросил к тёще в квартиру. Она уехала на дачу летом. Я попросился к ней в квартиру и писал один из этапов написания книги. Был связан именно с таким периодом, когда не было ни семьи, ни работы. Телефон был выключен. То есть по-другому не получалось. Я знаю, что будет переиздание книги или дополнительный тираж. Будут ли изменения в книге? Потому что в феврале, знаю, что прошла презентация у вас масштабная. И, можно так сказать, точка отчёта, когда поступила в продажу книга, какие будут изменения, чтобы вы, например, даже уже сейчас, потому что вы дарите книгу, рассказываете о ней, люди вам обратную связь дают, чтобы вы уже добавили в дополнительные, может быть, разделы или там продолжение было, и вы, например, можете сказать, вот это точно должно ещё быть в книге. Мы поменяли. То есть это действительно переиздание как раз благодаря обратной связи от людей. То есть в этом смысле один из принципов и компании «Водовоз» из русского села, и то, что описано в книге «Директор 2.0», одно из важных качеств, слышать и реагировать, получать эту обратную связь и, соответственно, на ней и работать. Появилось, там есть такой раздел, «Принципы жизни директора 2.0», «Правила жизни директора 2.0». И их было 40 штук, и они были написаны так, как они приходили в голову. Люди сказали, классно, но запомнить тяжело, и если хочется вспомнить, приходится среди 40 искать, можно ли их сгруппировать, например, объединить. И вот во втором издании они будут объединены, сгруппированы. Карты результатов вынесены, в заголовке карт результатов вынесены в оглавление, потому что их 12 сделаны по таким самым частым распространенным структуре компании. Там есть зам по технический директор, зам по экономике, финансам и так далее. И вот они тоже вынесены отдельно. Поэтому книга доработана с учетом пожеланий наших читателей. У нас в завершении программы есть традиции. Вопрос гостю следующему задает тот, кто был на программе в прошлый раз. Какое самое яркое впечатление из детства вдохновляет гостя на протяжении его жизни? У меня их много, мне очень сложно. Я удивительно. Самое яркое, наверное, которое я... Все воспоминания, которые меня окружают, подавляющее большинство, это вот любовь моих близких. Я помню бабушку. Это потрясающе. Бабушка, к сожалению, очень рано ушла, очень в раннем возрасте. И все мне говорили, что я не должен ее помнить, потому что, ну, еще вот мне был годик, там, два годика. То есть, ну, это тот период, когда воспоминаний практически нет. А я ее помню очень хорошо. Я помню вот эти с гуся вода, с Илюшечки всяху добавят. Потрясающе. То есть вот эти вот вещи, они трогают меня очень сильно и очень сильно помогают. Я помню, как мы с мамой, с папой, как с папой я шел до садика, как бы он мне рассказывал. Я задавал ему вопрос, папа, почему надо быть добрым, а не нельзя быть на стороне зла? Я помню, что тогда я смотрел «Звездные войны». Говорю, зло же сильнее. Оно же вот... И папа мудрый нашел очень интересные слова, которые прям я запомнил тоже на всю жизнь. И всегда это вот... Я помню свою жизнь, я был окружен этой любовью. И это мое основное воспоминание, которое мне всегда придает сил. И великодушный сервис, я уверен, во многом является продолжением. Тот самый великодушный сервис, за который нас любят, который отличает компанию «Водовоз» из русского села от других, который позволяет новых клиентов приводить, заставляет людей улыбаться и превосходить их ожидания. Это вот оттуда. Это все терпение, понимание, любовь, которая идет из моего детства. Значит, у вас есть такой ингредиент, как любовь? Безусловно. Я думаю, что очень большой. Думаю, что очень большой. Спасибо, Ильяс. Спасибо вам большое, Ксения. Спасибо вам, дорогие слушатели. Сегодня мы познакомились с Ильясом Агаевым, бизнесменом, автором, бестселлером, директор 2.0, «Как управлять компанией, чтобы акционер был доволен, а ваши нервы целы». Книга для тех, у кого тысячи практических вопросов, на которые хочется знать ответы сразу, а не искать их. С вами были Ксения Шамова и Илья Сагаев в программе «Да». Да.